Глубоко уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас. И сегодня тема нашего сообщения будет касаться не столько новых технологий, сколько возможностей, которые повышают качество и эффективность их внедрения. Проблема заболеваний молочной железы сохраняет свою актуальность на протяжении многих десятилетий. И вот показали перспективные исследования, что за последние 20 лет до 2040 года частота новых случаев рака вырастет более чем на миллион. Поэтому в большинстве стран мирового сообщества продолжает работать система онкомама-скрининга, которая показала уже свои существенные результаты как в выявлении самых ранних форм рака, так и в снижении смертности. В Соединенных Штатах Америки уже с конца 20 века ведут статистику и отмечают положительную динамику в снижении смертности. Этому содействует информационно-просветительская работа, пропаганда самообследования, обеспечение качества маммографии, динамическое наблюдение пациентов с заболеваниями, регулярный мониторинг эффективности проведения скрининга. У нас в стране также проводится диспансеризация, которая идет в двух направлениях. Это скрининг, обследование бессимптомных пациентов и диагностика, обследование женщин с клиническими проявлениями болезни. Маммография сохраняет свои позиции, лидирующие, является золотым стандартом скрининга. И мы с вами знаем, что с 40 лет каждая женщина один раз в два года должна проходить обследование. При этом мы выявляем не только злокачественное новообразование, но и в процентах, наверное, в 70 доброкачественное заболевание, которое мы можем своевременно лечить, и это будет профилактикой рака. Кроме того, последние исследования показали, что маммография выходит за рамки рутинной онкодиагностики, поскольку нередко у женщин старше 40-45 лет на маммограммах мы видим кальценоз артерии, а это известный подтвержденный прямой маркер коронарного атеросклероза. Поэтому мы можем сразу по одной маммограмме выявить уже маркеры и онкологического заболевания, и сердечно-сосудистого, и своевременно направить женщину не только к онкологу, но и к кардиологу. Почему такое внимание уделяется проблеме заболеваний молочной железы? Потому что диагностика чрезвычайно сложна, и это связано с особенностями структуры молочных желез. Мы с вами знаем, что она также индивидуальна, как лицо женщины. Нет ни одной рентгенограммы абсолютно похожей, поэтому у врача должен быть большой опыт, и он должен посмотреть, как считают, не менее 5000 маммограмм перед тем, как он начнет проводить самостоятельный прием. Кроме того, несмотря на множество существующих методов, каждый из методов имеет ограничения. Ну и, конечно, многообразие форм заболеваний. Диагностика зависит во многом от структуры ткани молочной железы, и мы сейчас знаем, что маммографическая плотность оказывает очень серьезное влияние на эффективность маммографии. В частности, при низкой маммографической плотности мы прекрасно выявляем различные изменения, вплоть до микрокальцинатов 50 микрон, а на плотном фоне чувствительность маммографии снижается. Учитывая вот эти все особенности, мы используем широкий спектр различных цифровых методов лучевой диагностики. Это разные варианты маммографии, это томосинтез, контрастной маммографии, это конусно-лучевая компьютерная томография начинает входить в нашу практику, это масса великолепных технологий ультразвуковых и с контрастированием, и без контрастирования. Это инвазивные вмешательства, которые позволяют определить биологическую характеристику опухоли. Итак, маммография – это ведущий метод, и рентгеновский снимок и его интерпретация являются превалирующим инструментом в постановке диагноза. Но мы все знаем, что изображение мы получаем сложное, интегральное, поскольку мы видим разные слои тканей молочной железы на одной рентгенограмме. И вот это является проблемой для рентгенолога. И здесь нам пытается решать эту проблему искусственный интеллект. Сейчас это словосочетание очень модно, но появилось оно очень давно, в конце 18 века. С коллежского советника Семена Николаевича Корсакова началась история развития искусственного интеллекта, когда он впервые предложил использовать какую-то автоматизацию для усиления возможностей разума. В России с 2019 года была принята национальная стратегия по развитию информационных технологий. Работа закипела, многие стали делать научные исследования, проводить и искать оптимальную модель искусственного интеллекта. Наш институт Герцена совместно с компанией Киоментор тоже создал модель искусственного интеллекта на более чем 15 тысячах мамограммах. И мы посчитали эффективность работы врача и искусственного интеллекта. Она, в общем-то, оказалась близкой, но все-таки врач имеет большие возможности уточненной диагностики. Чем хороши вот эти сверточные нейросети? Тем, что они обучаемы. Чем больше имеется практического опыта, тем более эффективно работает эта модель. Здесь показан пример работы искусственного интеллекта. Особенно он хорош при высокой маммографической плотности, когда чувствительность маммографии значительно ниже. Вы видите вот голубой такой очаг неблагополучия, который затем врач дообследует различными методами. И в данном случае подтверждается картина непальпируемого рака. Итак, искусственный интеллект уже стал широко входить в нашу жизнь. И вот оценивают эффективность применения искусственного интеллекта. И в частности, он снижает число ложноположительных результатов вот в Великобритании, в Соединенных Штатах почти на 6%. Снижает число ложноотрицательных результатов где-то более чем на 9%. Снижается необходимость двойного чтения более чем на 80%. Это очень важный момент. И, конечно, это снижает рабочую нагрузку на врача-регинолога, повышает эффективность его работы. Искусственный интеллект изучается со всех сторон. И вот взгляды заинтересованных сторон на будущее искусственного интеллекта были сосредоточены в одном обзоре, куда включено 62 публикации, где были и комментарии, и опросы, и тезисы докладов, и описательные образы, и социальные сети. И собрано мнение различных специалистов, радиологов, хирургов, студентов, пациентов, специалистов по информатике, общественной, широкой общественности. Были определены 7 тем. Прогноз использования, заменит ли искусственный интеллект врача, доверие к интеллекту, знание его, образование, экономические соображения, медико-правовые последствия. И были сделаны выводы, что искусственный интеллект повышает эффективность работы радиолога, но не заменяет врача. Необходима обязательно профессиональная подготовка по искусственному интеллекту, необходимо тесное сотрудничество радиологов с IT-специалистами по созданию и ускорению условий внедрения искусственного интеллекта. И, конечно, нужны экономические и медико-правовые исследования. Поэтому до сих пор диагноз ставит, как и пару сотен лет назад, живой человек, лечащий врач. При этом он берет на себя всю ответственность. И мы, диагносты, должны всегда об этом помнить. От нашего правильного видения ситуации, четкого описания ее, зависит результат принимаемых клиницистом решений. Наш учитель, профессор Линдон Братн, часто повторял, что рентгенолог – это клиницист, консультант, лечащий врача, поскольку он видит картину изнутри и обязан ее описать так, чтобы по его протоколу клиницист увидел ее такой же, как и видит он сам. В настоящее время принято стандартизовать все. В чем-то это, конечно, имеет смысл и необходимо, но в чем-то это очень примитивизирует наши невероятные возможности, которые предоставляют современные цифровые технологии. Утрачивается клиническое мышление врача, какой бы специальности он ни был. И поэтому здесь особая задача перентгенологам сделать максимально полезной ту визуальную информацию, которой мы располагаем. К сожалению, почему так много методов, почему разрабатываются искусственный интеллект, платформа и так далее, потому что рентгенолог ошибается. 35% от всех медицинских ошибок это ошибки рентгенолога. Это больше, чем у других специалистов. Там 20-30%. В мире проводится более 1 миллиарда рентгенорадиологических исследований. И из них в 4%, казалось бы, небольшой процент, встречаются ошибки. Но в абсолютных числах это 40 миллионов человек. Ужасающая цифра, с которой обязательно мы должны бороться. Какие ошибки бывают? Ошибки в выборе метода исследования из-за отсутствия рекомендации в протоколе лучевого диагноста. Ошибки в интерпретации изображения до 30%. Пропуск патологического очага до 70%. Ошибки при разъяснении информации другому врачу или пациенту, потому что неполное заключение без конкретных рекомендаций. До 90% бывает ошибок при ретроспективном просмотре. И 30% врачей не всегда соглашаются с заключением. Ошибки это серьезные, поэтому проводятся многочисленные расследования. И в частности, в Соединенных Штатах Америки, в Финляндии провели международное исследование за 25 лет. Частота жалоб от пациентов колебалась до 17%. И что важно, 30% и даже 75% из них можно избежать. Исследования проводились, были сосредоточены на таких ошибках, как задержка результатов диагностики, неправильный диагноз и роль рентгенолога. Вот в Соединенных Штатах почти 60% всех заявлений о врачебной халатности были связаны с неправильным диагнозом. Из них почти в 30% они касаются маммографии. При этом почти в 30% случаев рак не выявляется на маммограммах. А в Финляндии до 6 месяцев наблюдается задержка диагноза, выдача результатов диагноза. Поэтому это очень важные моменты, на которые мы должны обращать внимание, помня, что поздняя диагностика влияет не только на стратегии лечения, но и на ухудшение прогноза онкологического больного. Какие факторы снижают число ошибок рентгенолога? Конечно, это обучение в системе непрерывного медицинского образования. Очень важно обучать средний персонал рентгенолаборантов. Мы подготовили сейчас пособие для рентгенолаборантов в издательстве «Геотармедиа». Оно выйдет, я думаю, в этом году, наверное, в 2023. И там подробно расписана работа рентгенолаборанта, какие проекции, в каких случаях он должен делать, сложные ситуации и так далее. На наш взгляд, очень полезная книга, которую нужно будет придавать даже, наверное, при продаже маммографов, чтобы сразу рентгенолаборанты правильно начинали работу. Затем важно использовать информационные сети, дистанционное консультирование, сравнивать данные с архивом, четкие иметь показания к исследованию, стандартизовать протокол, чтобы ничего не забыть, учитывать все этапы диагностики, что еще было продиагностировано, какая-то полезная информация о клиническом состоянии пациента, систематический контроль качества исследования, регулярный выборочный аудит работы, разбор ошибок, улучшение системы работы кабинета, применение искусственного интеллекта, если есть возможность, и, конечно, усиление коммуникации с клиницистами и участие в консилиумах, поскольку современная система диспансеризации основана на совместной работе и диагностов, и клиницистов. Для этого создана целая серия приказов Минздрава для онкологов, гинекологов по диспансеризации и так далее. И все это создано для того, чтобы улучшить взаимопонимание врачей. А для этого необходима единая терминология и максимально понятные заключения. Какие проблемы возникают при классификации по системе БИРАЦ и интерпретации маммографической плотности? Что конкретно нужно знать и использовать? При существующих порядках после первичного обследования врач-рентгенолог не пишет заключение с диагнозом заболевания по МКБ, что, на мой взгляд, вызывает огромные сожаления. Он классифицирует полученные данные на маммограммах по международной системе БИРАЦ, 0,1,2,3 и так далее. Это дает сигнал по дальнейшему маршруту пациентки. Также он отмечает степень маммографической плотности, но, как правило, не конкретизирует особенности тактики в зависимости от этой плотности. И самое главное, к сожалению, большинство пациенток, они редко и врачей, вообще не знают предназначения этих символов. Итак, категории маммографической плотности ОСЕР, С и Д. Согласно международной системе НССН являются независимым фактором риска рака развития молочной железы. Что это значит? Это значит, наша тактика должна соответствовать той, которую мы применяем при факторах риска. Что должен указывать рентгеном? Он должен написать интервал между раундами повторного обследования вместо двух лет до одного года. До обследования писать не просто до обследования, а конкретный метод диагностики. Как правило, при высокой плотности это первостепенное ультразвуковое исследование, реже томосинтез, МРТ, контрастной маммографии и так далее. При маммографической плотности С и Д использовать платформу искусственного интеллекта для выявления зоны неблагополучия. Это на 80% снижает необходимость второго чтения и использования второго врача. И когда мы пишем в заключении консультация специалиста, мы должны писать конкретно какого специалиста, гинеколога, онколога или еще кого-то в зависимости от категории БЕРАЦ. Итак, БЕРАЦ-0. Это до обследования обязательно. Это пациентка с неясным диагнозом, неясной картиной. Мы в заключении должны писать конкретный метод лучевой диагностики. БЕРАЦ-1.2 – конкретный метод лучевой диагностики и направлять к гинекологу. И БЕРАЦ от 3 до 5 – конкретный метод лучевой диагностики и направлять к онкологу. Таким образом, стандартизация описания изображений молочной железы, классификация выявленных состояний, маршрутизация по категории МАСИАР и по системе БЕРАЦ направлена на улучшение взаимопонимания врачей разных специальностей на основе единой терминологии, чтобы мы лучше понимали друг друга. И если кто-то не знает каких-то словосочетаний, что они означают, то лучевой диагност обязан написать, как он видит дальнейший маршрут пациентки, определить последовательность и согласованность действий врачей. Это сокращает сроки обследования согласно рациональному маршруту пациентов. Не будет затратных и ненужных промежуточных звеньев. Вместе с тем, следует помнить, что примитивные протоколы АБЦ, 0.1.2.3 и так далее без конкретных рекомендаций, понятных пациенту и другому врачу, легко заменит искусственный интеллект. Выдается протокол и все. И надобность во врачи-рентгенологи действительно может отпасть. Как это произошло с Голливудом? Совсем недавно мы с вами слышали, что актеры устроили забастовку из-за потери своих отчислений в связи с тем, что их образы искусственный интеллект может бесконечно множить, эксплуатировать и за это не платить. И так актер становится ненужным. В нем не будет необходимости. Поэтому, не уменьшая, конечно, значение новейших технологий, следует помнить о том, что рентгенолог – это врач-клиницист. И его роль, роль врача, а не фотографа-статиста, она незаменима для точной диагностики и правильного выбора лечения. Я благодарю вас за внимание и желаю успешной работы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!